Привет, друзья! Сейчас я нахожусь в центре Сочи, в парке Ривьера. И нахожусь вот около такого заведения, где нам будут показывать мастер-класс по приготовлению шаурмы. Или как она правильно называется? Донар-хивак. Донар-хивак правильно называется? Из курицы. А как вас зовут? Меня зовут Получин. Вот, специалист на лыж, повар. Он нам сейчас покажет, как, в общем, готовить такую вкуснейшую вещь. Резать мясо надо очень тонкий слой. Почему? Потому что это, когда толще режешь, внутри строй бывает. А когда вот тонкий-тонкий, вот, очень аккуратно надо резать его. Начинаем из лаваши. Вот, накладываем как надо. Это чесношко-соус. Соус хамаковый, помидор, огурцы, мукзера. Кладется на гриль. Такой донар-кебаб, за счет того, что он был на гриле, он красиво смотрится. Корочка очень хрустящая. Курица очень ароматная. И вот этот соус. Я даже не знаю точно, с чем он сделал, но майонеза как-то даже и не чувствуется в нем. То есть, очень вкусный соус. Вполне доволен я таким донар-кебабом. И он стоит всего 150 рублей. Мне кажется, что-то совсем недорого. Ну и вот так выглядит этот жареный каштан. Скорлупа у него. Он немножко похож на орех фундук. На лесной орех немножко похож. Его нужно распаковать. Но скорлупа у него мягче, чем у фундука. Ну и вот так выглядит уже очищенный каштан. Сейчас я его разломлю. Ну и изнутри он выглядит вот таким вот образом. На вкус как печеная картошка. 10 орешков стоит 250 рублей. Один орешек стоит 25 рублей. Но на вкус ничего особенного нет. Вообще 100% печеная картошка. Не вареная, а вот именно печеная такая, суховатая немножко. Ну я бы не сказал, что стоит покупать за 250 рублей. 10 таких штучек меньше не продают. Поэтому в общем бы не советовал каштан пробовать. Ничего хорошего. Такого супер вкусного нету, как картошка. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Человек без головы. У нас фото 100 рублей. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну а для приготовления мороженого в форме роллов понадобятся различные фрукты и ягоды. Например, банан и клубника. Для начала мастер подготавливает поверхность и убирает лишний лед. Затем на морозильный стол выкладывается клубника и кусочек банана. Наливаются сливки жирностью 33%. И вот он, магический процесс приготовления. На начальном этапе все нужно хорошенько измельчить. Затем все хорошенько перемешать. Получившуюся массу распределяем по поверхности тонким слоем. Получившуюся замороженную пластину не помешает полить шоколадом. Ну а теперь немножко ловкости рук и никакой магии. Музыка. 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 В итоге получаем очень прикольные роллы из мороженого. Перекладываем эти роллы в стаканчик. Музыка. Еще мороженое можно посыпать шоколадной крошкой. Полить сладким сиропом и добавить фруктов сверху. Причем это мороженое готовится без сахара. Всю сладость вкуса придают фрукты и ягоды. Ну и как вы видели все компоненты абсолютно натуральные. На вкус это обычное фруктовое мороженое, только менее сладкое. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok